Hi there, it's Nastia и моя рубрика Handy Hacks Я давно вам обещала рассказать о том, как я пришла к преподаванию английского онлайн и поняла, что сейчас самое время Выпуск будет интересным, поэтому можете сразу лайк ставить Все началось три года назад на съемках клипа группы, в которой я пела Все как все, как все Я по земле хожу, хожу I know, it's complicated Anyway, я уже год работала с детьми, преподавала английский, вокал был просто хобби И визажистка, которая нас гримировала, со мной мило пообщалась сказала, что ей тоже нужен английский и взяла у меня контакты Ну, вы сами понимаете, что если вы преподаватель английского, то у вас постоянно берут номер Причем 99% этих людей с вами никогда на контакт не выходят Ну, я как бы забила Спустя полгода зимой я поехала по обмену в Англию в университет Ноттингема на семестр Соответственно, на работе мне пришлось взять перерыв А это означает, что по возвращении у меня не было бы денег вообще Потому что возвращалась бы я летом, когда ни один центр не работает А как бы финансовой самостоятельности даже небольшой все равно хотелось И как раз, когда я была в Англии, мне пишет моя знакомая и просит позаниматься с ней английским онлайн Я, конечно, была в растерянности, потому что я А никогда не работала со взрослыми и до жути этого боялась Б никогда не представляла, как можно вести английский онлайн Я всегда упиралась, доказывая, что для продуктивных уроков необходимо живое общение Как будто оно может быть мертвым Но я подумала, что к этому нужно отнестись как к такому вызову или эксперименту Что в любом случае, даже в худшем, для меня это будет новый опыт Ну и плюс мне нужно было чем-то занять свободное время И я всегда могла попросить своих друзей-англичан о помощи в подготовке К чему я неоднократно и прибегала Во-первых, со взрослыми работать даже проще, чем с детьми Хотя многие скажут, что это спорный момент Потому что они сами себе оплачивают занятия И если они приходят к тебе снова, значит, они видят в этом смысл Хотя все родители моих учеников были адекватными Ну, почти все Не знаю, откуда у меня такой страх Кстати, в видео про синдром самозванца я затрагиваю эту тему Так что, если вы ее еще не видели, посмотрите Во-вторых, онлайн занятия имеют точно такую же продуктивность, как и оффлайн Единственное, что отличается, это именно форма работы На самом деле, платформа SkyengWimbox очень продумана Я лично знаю методистов и то, с какой скрупулезностью они отбирают материал Чтобы и преподаватели, и ученики могли быть уверены, что каждое занятие по умолчанию прекрасно спланировано И вот я уже больше двух лет веду онлайн деятельность И хочу сказать, что мне это дало очень много возможностей Это экономия времени на проезд Это возможность работать с любой точки мира Об этом я, кстати, расскажу в одном из следующих выпусков Ну и плюс, конечно, самое важное Это поиск альтернативных решений для занятий Потому что все-таки онлайн деятельность имеет некоторые особенности И это способствует профессиональному росту Я считаю, что онлайн образование это уже наступившее будущее Я правда так считаю, очень красиво пафосно звучит То, что как бы can't be bothered Я лично для себя, как для ученика выбираю именно такой формат Ну, я раз в год пытаюсь выучить немецкий или французский Не говорю ни на одном из них, но не важно Более того, у меня сейчас в приоритете саморазвитие, путешествия, поиск себя, какие-то духовные изыскания И я бы очень хотела пожить в других странах Поэтому я сейчас постепенно стараюсь перейти именно на онлайн деятельность Чтобы не быть привязанной к какой-то конкретной локации Напишите в комментариях, работаете ли вы онлайн и почему И спасибо вам большое за ваши комментарии Под последним видео я вообще все прочитала Очень интересно было узнать именно ваш опыт И некоторые истории меня прямо shook me to the core На этом не все Если вы тоже горите желанием работать онлайн, но не знаете с чего начать То рекомендую посетить Skyeng Fest 11-12 октября Тема фестиваля Digital Education Там будет море полезной информации об онлайн преподавании И полезных кейсов от спикеров с мировым именем Регистрируйтесь на сайте и ставьте лайк под видео Подписывайтесь на наш канал и stay tuned, bye! Стесняюсь про себя говорить Сейчас они там прекратят орать? Они не прекратят орать Сработало! Они подумали, что здесь тигрица живет Не подходите слишком близко Я тигренок Мне киска Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!